Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, оборотень нашу Казатунского. Да. Днём тот оборотень. Человек как человек. Как ты или я. Но ночью он превращается в волка огромного размером с медведя. Дмитрий Ходит на задних лапах и разрывает всех, кто попадается у него на пути. Субтитры делал DimaTorzok Егорыч, ты чё, во все эти сказки веришь, что ли, а? Оборотень. Ну да. А чё ж сказки-то? Люди рассказывали. Видели? Видели, видели. Чё они видели? Мне было не такое привидится, что, не дай Бог, видели они. Ну, слышали. Во этот оборотень. Аж кровь стынет. Особенно весной. В полнолуние. Я, Егорыч, почитай, что в лесу родился, так что зверьё знаю по боли людей, я тебе так скажу. Волк это! Волк! Так, ладно, Макар. Тут вот какое дело. Прибалов, хозяин мой, пообещал Димку тому, кто эту тварь убьёт. Волк это или оборотень? Чё, правда? Ну, тебя тварь ещё. Волк! Волк! Пую! Волк! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Иван Селантьевич Вишкин. Приказчиком у меня служил уж не помню, сколько лет. Управляющий мой Никишин нашел его утром. Похоже, вырвал в полу борьбы. Раны на теле рваные. Видимо, нанесены клыками, зубами крупного животного. Это волчья шерсть. Уверены? На Привалово с измальства охоте обучен волк, это точно. А вот это следы. Больше на медвежьи, похоже. Для волка крупновато будут. Видать, оборотень это Затонской. Слыхала, как он ночью был так? Слыхала. Аж мурашки по коже. Слыхала. Господи, стресса такая, господи. Жена моя Ирина. Господи. Кто-нибудь слышал крики ночью? Крики нет. Вою я слышала. Будто волчий. Так, короче, все. Вечером поздно и ночью тоже. Моя-то ничего не говорила. А что говорит-то? Волк, он и есть волк. Антон Андреевич, вы здесь заканчиваете? Найдите мне егеря, привезите в мертвецкую, пусть глянет, что это за зверь. Если это зверь. А я всегда говорила, есть он на самом деле, в правду-то. Оборотень-то это. Полтулый же, говорит, сожрал. Тухий, господи. Тухий. Тухий. А что за ужасы здесь Герасим рассказывал? Да оборотень Затонский опять объявился. Помните легенду-то эту? Угу. Мне няня в детстве рассказывала. Да только это никакая не легенда, а истинная правда. Почему? Да ночью сегодня человек загрыз. Кого? Приказчика. Купца Привалова. Ну. Тихо, тихо, тихо. Умывался он перед сном, как обычно. Поздно уже было. Ну, и все. Я спать пошла. Небось услыхал вой оборотня. Пошел проверить, закрыта ли калитка. Кто-то после этого видел приказчика Вешкина. Живым я имею в виду. Да. Кровь была на его полотенце. Я с утра белье для стирки собирала. Так-так, то Вешкин к Тихону ходил. Вернулся с пораненной губой. Ну, отсюда и кровь. Тихон кто такой? Тихон-то кузнец он. И зачем приказчик к кузнецу ходил? Ну, по делу видно. Видать, не заладилось-то дело у них. Видно, не заладилось. Тихон-то кузнец. Ты что, стурел? Вы-то мне и нужны. Кто тебе нужен? Я или мой труп? Вы. Человека зверь загрыз. Ну, а мне-то что с того? Я в полиции не служу. Нужен ваш опытный взгляд. Штольман просил. Штольман? Ну, это другое дело. Говорят, оборотень завелся. Какой оборотень? Сказки это все. Для детей барышень. Сказки, не сказки. Но постарайтесь поскорее. У доктора Милса за вас ждет Штольман. Тоска. Тоска. Почему ты не уехала со мной? Прогуливались бы сейчас по Невскому. Туда. Сюда. Почему бы я и думал? Не понимаю. Были причины. Поманила меня? Ведь поманила. Я, к слову сказать, чемодан собрал. Ну, извини. Ну, извини, извини. Да, крайность любопытна. Что тебе сказала тогда, Нижинская? То есть, сломала твою волю к побегу. Так, все. Пойдем, я тебя развлеку. Пойдем, пойдем. Что это? Иллюстрация к сказке? Почти к легенде. Об, оборотнях. Я нарисовала это, когда мне лет десять было. Няня рассказала мне эту легенду. Сначала оборотень был обычным юношей. У него была возлюбленная. Они собирались пожениться. Что? Но девушка служила в богатом доме. Не то, нет. И хозяин этого дома положил на нее глаз. Угу. И обесчестил ее. Она так и сказала, обесчестил? У меня не сказала, он посадил в темницу. Когда юноша узнал о случившемся, он поклялся подстеречь злодея в лесу. Подстеречь? И отомстить ему. Но там на него напал волк. Ой. И искусал его. И тогда юноша сам стал волком. Ну, то есть, оборотнем. Да. Ты понимаешь меня? Да, да, да. Я внимательно слушаю. Смотри. Оборотень почуял запах хозяина, догнал его и загрыз до смерти. А девушка продолжала ждать своего возлюбленного, но не дождалась. И тогда она наложила на себя ручку. Ну, Аннет, в каждой сказке есть доля, правда? Да. Но в Затонске объявился оборотень. Ну, так а что, ну, крикальщик ваш Вешкин. Я ищу Шельбину. Платить не любил. Вот и вчера денег не дал. Хотя работу я свою сделал исправно. Какую работу? Так он мне ключ велел сделать. Точно такой же, как принес. Он опять. Деньги позже. И все время позже. Вы меня, барин, простите. Только с Болочью он был. Поэтому вы драку и затеяли? Какую драку? А, хотя точно. Он пришел, а у него губа вот тут разбита была. Надо было ему ключ не отдавать, пока денег не отдаст. Теперь с кого я спрошу? Слепок, небось, с ключа сделал? Сделал. С нам и делал. А как иначе? Да. Он торопился. Говорил, что ключ ему нужно возвернуть как можно скорее. Ему все срочно. А денег не принес. Слепок где покажешь? Так я выкинул его. Он мне без надобности. Ясно. А где я сам ночью был сегодня? Так вот тут и был. Притомился я, вот и лег пораньше. Подтвердить кто может? А кто подтвердит? Один я. Из города не уезжайте. Если понадобитесь, вызову. Подтвердить кто-то. Подтвердить кто-то. Подтвердить кто-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите на эти гематомы. Мы их раньше не могли заметить, потому что было очень много запекшейся крови. Кто-то здорово его избил. Возможно, поэтому он и потерял сознание. Да, возможно. Но умер он от потери крови. Посмотрите, какие у него жуткие рваные раны от когтей. Особенно глубокие от клыков какого-то большого зверя. Будьте здоровы, господа служивые. Здравствуй, Ирмолай Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Заваляй. Проходи. Совет твой нужен. Вот кто-то порвал человека. Гадаем, что за зверь. Господи Иисусе. И кто этот бедолага? Вешкин. Приказчик купца Привалова. Купца Привалова знаю, а приказчика нет. У волка не такие острые когти. Однако след от зубов очень похож на волчий. Одну секунду. Вот, посмотрите. Этот клык я извлёк из тела этого бедняги. Волчий клык? Тоже, однако, странно. Я никогда не видел, чтобы у волков выпадали зубы. Что ж, картина, значит, примерно такая была. Драка произошла за несколько минут до нападения волка. Кто-то ударил приказчика в челюсть, он упал. Ну, а потом уже на кровь появился волк. А где это произошло? Ну, возле дома Приваловых и произошло. Значит, волк действительно был очень голодный. Поэтому подошёл так близко. Точно, вполне может быть волк. Ну, что, спасибо тебе, Ермолай. Да не за что. Господи, чем могу, помогу. Я сейчас вернусь. Ермолай. У меня к вам просьба деликатного свойства. Михайловская усадьба в ваших местах находится? Ну да, слыхал про такое. Недавно там поселился иностранец, англичанин. Я знаю. Говорят, его солдаты охраняют. Вот, вот. И я тоже его охраняю. По долгу службы, но негласно. И нужны мне там свои глаза и уши. Филёров, как понимаете, я туда послать не могу. Так как чужака в лесу сразу местные приметят. А вы могли бы за ним присмотреть и мне сообщить. Это вы меня в шпионы записать хотите? Ну, что вы. Шпион ведь это против кого-то. А я прошу вас за ним приглядывать. Ради его же безопасности. Вы же сразу узнаете, что кто-то из чужаков в лесу объявился. Ну, и мне сообщили. Василина. Имя-то какое примечательное. Оттого, наверное, я и запомнил эту историю. Ну, это примерно было лет десять назад. Я тогда ещё был простым немским врачом. По деревням ездил. Да, так вот, эта Василина взяла верёвку. Набросила её на сук, повесилась. А записи какие-нибудь остались? Анна Викторовна, какие же записи? Мне же говорю, она повесилась. Причину смерти налицо. Я даже вскрытия не делал. Поэтому, собственно говоря, и записей нет никаких. Государственным человеком, говорите. Только потому, что вы когда-то меня отвели от каторги. Я понаблюдаю за усадьей. А вы поверьте, Ермола, это дело доброе. Ладно. Я дам знать, если что. Благодарю. За всю свою работу в Затонске я ни разу не помню, чтобы… Спасибо. Чтобы Волк кого-то загрыз насмерть. Тут, знаете ли, легенда расходится с реальностью. И всё-таки, доктор, почему Василина повесилась? Ну, одни утверждают якобы из-за несчастной любви. Другие говорили, что чушь, не было никакой любви. Ну, это легенда. Но в легендах, вы же понимаете, должно быть что-то такое красивое, что ли. Да. А что здесь происходит? Собственно, ничего не происходит. Мы с Анной Викторовной ведём беседы о легендах, сказаниях. Я вижу, место подходящее. Я могу чем-то помыть? Спасибо, мне уже доктор помог. Спасибо, доктор. Анна Викторовна, вы уже скрытие вместе с доктором делаете? Да мне в участке сказали, что вас можно там найти. И что? У меня есть основания полагать, что это убийство связано с самоубийством одной девушки. Какой девушки? В Затонске есть легенда про девушку по имени Василина. Но доктор знал настоящую Василину. Она умерла десять лет назад. Повесилась. Хорошо, я приму это к сведению. Постойте. Вы что, избегаете меня после той досадной размолвки? Я вас избегаю. Да это вы меня избегаете. И я? Я не знал, хотите ли вы меня видеть после этого. Не имел возможности объясниться. Это сейчас уже не имеет никакого значения. Нет, нет. Я прошу прощения за ту глупость. Я не знаю, что на меня нашло. Это сейчас уже вообще не важно. Анна Викторовна, так вы прощаете меня? Я вас простила хотя бы тем, что я осталась. Остались? Осталась в Затонске. Хотя бы это вы, Яков Платоныч, могли понять? То, что это и есть мое прощение. Но вы же себя так ведете, словно это я вас оскорбила. Нет, нет. Я, я просто не понял. Я в растерянности. Что? Вы в растерянности? Да это что, водевиль какой-то? Вы же меня сами просили остаться. Да еще и выбрали такой экстравагантный способ для этого. Да какой способ? Все. Просто забудьте. Да ты мне про драку расскажи. Так и не было драки-то. Прикачек тот, который у купца Привалова служит. И управляющий его. Ну, ругались что-то на улице. Спорили, значит, спорили. А потом Никишин ему кулаком прям в зубы хрязь в один раз. И все. Разошлись. А ты ничего не путаешь? Это точно Никишин был? Может, может, издалека не узнал его? Да как тут перепутаешь-то? Когда он почитай, каждый день у нас померанцевы балуются. А что? А кузнец Тихон вчера в трактир приходил? Нет. Он у нас гость редкий. Он мужик серьезный. Правильный. Фамилию приказчика помнишь? Конечно помню. Работа у меня такая. Мешкинова фамилия. Спасибо тебе, братец. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы говорили, что Вешкин вчера в трактире не появлялся и про драку с ним утаили. Виноват. Испугался я шибко. Что? Ну, на меня подумают, что я его убил. Так за что вы его ударили? Да вредный он мужик был. Начал мне морали читать. Ну, я и не сдержался. То есть, вы утверждаете, что никого к кузнецу не посылали и дубликат не заказывали? Да, утверждаю. Да и приказчику дубликат вроде как ни к чему. Ну, у нас же все ключи от всех дверей есть. Кроме вот этого ключа. Еще вчера деньги были здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот вам крест. Не брал я этих денег. Я их никогда даже в голову! Я тебя впервые в голову! Успокойтесь. Разберемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он обобрал нас, ворюга. Антон Андреевич, доставьте его в управление. Городовых заберите, а то еще сбежит неравен час. Постойте, куда же вы его? Захар Егорович не мог. Он лучший управляющий в округе. А деньги ему кто-то подбросил. Постойте. А где вы были в ночь убийства? А где я был? Ну, тут у себя. Где ж мне еще быть-то? Он правду говорит? Ну, нет, почем знать. Значит, подтвердить, что вы были у себя некому? Тогда вполне возможно, что господин Никишин и приказчик Вешкин были сообщниками, и они обокрали вас. Только вот деньги поделить не смогли. Видно, приказчик захотел долю побольше. Поэтому вы и подрались накануне. Поэтому вы убили приказчика, а все деньги забрали себе. Не было этого! Антон Андреевич, забирайте. Убийство расследуем. Советую вам подумать. Тихо-тихо-тихо. Стой. Стой за дом. Это что это за след такой? Диковинный. Думаешь, волчий? Нет. Это больше на медвежий смахивает. Так. А? Как думаешь? Давай-давай. Ты еще поучать меня будешь? Я волков по воле твоего знаю. Живу дольше, всяко повидал. А этот след медвежий. А? Или оборотня. Как думаешь? Давай-давай-давай. Так. Пойдем посмотрим. Тихо-тихо. Дух Василины, явись. 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 Анна, что с тобой? Все хорошо. На. Вот купил по случаю. Очень редкое издание здесь подобное. Следуется феномен оборотней. Подумал, пригодится. Дядя, ну, это же как раз то, что мне нужно сейчас. Дядя, спасибо тебе. Только у меня к тебе просьба. Да. Не лови этого оборотня сама, ладно? Доверь Штольману. Думаешь, справится? А что ж ты, разуверилась в его способностях? Разуверилась. Ну, и неспособностей. Я вот что думаю. Возможно, этот убийца просто болен. Умалишенный. Возомнивший себя оборотнем. Ну, такое вполне может быть. Помнишь ту девушку, которую я провела семь лет в подвале? Элис. Вот. Что с ней стало? Ну, она в приюте для умы лишенных. И как она? Не знаю. Да. Незавидная судьба. Так, Аннет, ну, могу ли я рассчитывать, что ты возьмешь, ну, хотя бы Коробейникова на эту охоту за оборотнем? Дядя, ну, какой же ты милый у меня. Только ты один меня и понимаешь. Ну, что за дорто грустил? Ничего, ничего. Ты у меня пес взрослый, рассудительный. Ты в эти сказки про оборотни не веришь. Да и я тоже в них особо не верю. Ну, а след этот все-таки не волка. Хотя я доктору сказал, что клык он из раны достал волчий. Выходит, что у нашего волка зубы выпадают. От старости, что ли. Ух! 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 А трава какая-то. Да. А шалашик-то свежий. Этот ключ. Точно. Вот с него я вторую сделал. И где же этот дубликат? А я почем знаю? Я ж Вабарин тогда еще сказал. Что отдал? Ешкину. Сволочи. И просто в карман залезли. В душу плюнули. Может, Никишин не виноват? Может, этот приказчик ему деньги подбросил? Нас обобрали, а ты об Никишине тревожишься? Он порядочный человек. Нехорошо, если его обвинят несправедливо. За то, что он не делал. А ты по чем знаешь? Здравствуйте, Элис. Здравствуйте. Вы помните меня? Она не разговаривает. Она хотя бы слышит? Вроде. Можно я погоду здесь? Как угодно. Я буду поблизости. Спасибо. Элис, ты меня узнаешь? Я расскажу тебе сказку. Посмотри сюда. Однажды хозяин узнал о любви своей служанке к юноше. И в нем взыграла ревность. Он приказал схватить служанку и посадить ее в темницу. Она плакала, плакала, потому что не могла видеть своего любимого. Элис, можно я продолжу? В это время молодой мужчина превратился в волка и убил злодея. Элис, не волнуйся. Это всего лишь сказка. Элис, не волнуйся. Это всего лишь сказка. Пусть, пустая. Ночь, страх, голос свой. Путь по тьмах. Крик без дна. Мрак без глаз. Бог без нас. Элис, где ты это взяла? Скажи мне. Ты это сейчас сама придумала? Элис? Элис, ты слышишь меня? Скажи мне, ты понимаешь русский? Иди сюда. Все. 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 Иди его в душу. Макар. Макар! Да. А? Ермолай Алексеевич, ты что ли? Твое стало быть хозяйство? Ну да, мое. А что за гость к тебе заходил? Какой гость? А? Да черт его знает, может медведь какой заблудился. Медведь? Ну что, Задор, говорила тебе, что медведь. Вот и знающие охотники подтверждают. А что это, Ермолай Алексеевич? Представляешь, а он мне не поверил. Хороший пес, хороший. Давай, Макар, не задерживайся, а то стемнеет скоро. Твой гость может пожаловать. Пошли, Задор. Давай, бывай. А где же остальные деньги? Да ну не знаю я. Вот вам крест. Не знаю. Вы присядьте. А где дубликат? Ключи от сейфа. Где спрятал? Даже в руках не держал. Ну а чего вы мне не верите? От того, что человека убили, а вы мне всей правды не говорите. Не убивал я его. И денег я этих не брал. Хорошо, попробуем. Но с другой стороны, пишите. В каких отношениях вы были с супругей Привалова, Ириной? Она жена хозяина. Я служу у них. И всё тут? В камере посидите, подумайте. Дежурный. Выводи. Ловко. Вот и убийца. Дня не прошло, а говорили оборотень, оборотень. Антон Андреич, я не разделяю вашего оптимизма. Тем более, что вопросов больше, чем ответов. А главное был ли Волк? Определенно был. Ведь найдены следы клыков и когтей. Я думаю, что приказчик был уже мертв, когда появился Волк. Либо был без сознания. Да нет, не так. Похоже на тщательно спланированное убийство. А Волк тоже спланирован? Более того, Волк – соучастник. О, гляди, гляди. Государственный человек. Важная птица. Солдатики его охраняют. Да никого, кроме нас с тобой, не нашлось, чтобы в секретный дозор поставить. Да. Привел же Господь на старости лет филером стать. Поехали. Мы с тобой пойдем. Хватит тут сидеть. Ух. Ух... Ух! 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 Ну, чего ты маешься? Захворала, что ли? Сердце ж тут болит. Так выпей капель. Или молока с мёдом. Так она от того болит, что на душе камень. А чего камень-то? Человек невинный. За решёткой сидит. Я б могла бы его спасти, но испугалась. Ну, а чего ты испугалась? Гнева твоего. Что? Сместивела, Кузьмич. Грех, но не свелась. Я совсем прости. Сместивела. Со мной Никишин был той ночью. И потому никого он не убивал, и денег не крал. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Прости меня. А-а! А-а-а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА